Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем отчтение книги Руфи. Книга Руфи – это небольшая книга, которая находится между книгой судей и книгами царей, являясь как бы предисловием книги царей. И мы читаем начало второй главы. «У Наимине был родственник, по мужу ее человек весьма знатный, из племени Элемелехова, имя ему Ваос». Здесь мы опять видим, что Элемелех был как бы главой своего племени, потому что племя называется его именем. И близкий к нему родственник – это Ваос. «И сказала Руфь-Мавитянка Наимине, пойду я на поле и буду подбирать колоссия по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей, пойди, дочь моя. Она пошла и пришла и подбирала в поле колоссия позади жнецов. Наиминь и Руфь вернулись в Вифлеем, но они вернулись, что называется, босиком, потому что они ничего не имели, все потеряли в полях Мавитских, живя среди тамошних язычников. И мужей своих потеряли, и Наиминь потеряла мужа Элемелеха, и Руфь тоже потеряла своего мужа. Им надо на что-то жить. И у Наиминь был родственник Ваос, и в это время сбор урожая, то есть наступила уже Пятидесятница, когда собирают пшеницу, и Руфь решила идти позади жнецов и подбирать то, что останется. А имела ли она на это право? Да, имела. В законе Божьем есть такое понятие, как Пэа. Пэа – это край поля. Закон о Пэа или о крае поля предусматривает, что жнецы не имеют права все сжинать дочество. Они должны оставить край поля для малоимущих людей, и когда они собирают урожай, не собирать дочество, оставлять какие-то колоссия для нуждающихся. То есть закон Божий учил собственников думать не только о своем достатке, но и о достатке малоимущих людей, которые могли нуждаться в чем-то самом необходимом. Поэтому здесь никого нарушения не было. Как и о Христе и его учениках, мы тоже читаем, что они шли через поле и стали срывать колоссия. Они их растирали и ели. Это разрешалось законом Божьим, это предусматривалось, хотя это было чужое поле, но на каждом поле человек обязан был для странников, для нуждающихся что-то оставлять. Это хороший урок для нас, для христиан, при любом деле думать о тех людях, которые нуждаются хоть в каком-то достатке и проявлять милосердие по отношению к ним. И Руфи смиренно приходит и подбирает в поле колоссия позади жнецов. Казалось бы, если бы она вернулась назад, она же принцесса Мавицкая, она бы жила счастливо со своей сестрой Орфой, тоже принцессой Мавицкой, но она предпочитает оставаться с наимень, нищенствовать, но быть вере наимень, как она сказала, «Твой Бог, мой Бог, твой народ, мой народ». Действительно, когда человек избирает веру, то у него совсем другая общность возникает, это единоверция, и, может быть, он что-то теряет в смысле достатка, но приобретает надежду на вечную жизнь в Царстве Божьем, а это несравненно лучше. И даже есть такое предание, что Агарь, служанка Сары, она называется египтянка, и о ней рассказывается в книге «Бытия». Когда Авраам и Сара были в Египте, фараон, чтобы извиниться перед Сарой, он подверг ее опасности, он ей в рабыню отдал свою дочь, принцессу, потому что этот фараон понимал, хотя я и язычник, что лучше его дочь принцесса будет рабыней у пророка Авраама, чем нежели принцессой в Египте. То есть иногда очень важно расставить правильные приоритеты, что на первом месте, что на втором, что на третьем. И мы читаем, «И случилось, что та часть поля принадлежала Ваозу, которая из племени Элемелехова». То есть она могла собирать на каждом поле, но вот так Господь ее привел на поле сродника Ваоза, который является праотцом Господа нашего Иисуса Христа. И вот Ваоз пришел из Вифлеема и сказал жнецам, «Господь с вами». Вот здесь, что удивительно, Элемелех приветствует своих слуг, жнецов, именем Божьим. Это то самое четырехбуквенное у евреев непроизносимое имя Бога, но мы видим, что на самом деле оно произносилось, люди использовали это имя, поэтому, когда иудеи говорят, что это имя нельзя употреблять, здесь мы видим, что в обычной ситуации оно употребляется. И вот Ваоз пришел из Вифлеема и сказал жнецам, «Господь с вами». Они сказали ему, «Да благословит тебя Господь». Они тоже отвечают этим именем. А вот ко дням Иисуса Христа у них уже было запрещено использовать это имя, и только первосвященник один раз в году, в день Иом Кипура, судный день, он мог возгласить это имя открыто. А во всех случаях, когда евреи сейчас читают Писание, они это имя не произносят. Оно транслитерируется как «Яхве», означает «миру божественного милосердия». Они его не произносят, а вместо этого говорят или имя Адонай, господин, или они говорят Ашем. Ашем — это имя. То есть говорят имя, не называя самого имени. Но мы видим, что в древности все было совсем иначе, что указывает на то, что иудаизм немножко трансформировался в сторону от древней библейской имена религии Израиля. Какие-то там суеверия появлялись у них, домыслы. Итак, они обменялись приветствиями с этим именем Божьим и сказал Ваос слуге своему, приставленному к жнецам, чья это молодая женщина. Ваос обратил внимание на молодую женщину, которая убирала за его жнецами. Слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал, «Это молодая женщина-моавитянка, пришедшая с наименью, с полей мавицких. Она сказала, буду я подбирать и собирать между снопами, позади жнецов». То есть она сказала очень правильно, сознанием этого закона Пэа. И пришла, и находится здесь с самого утра, доселе, мало бывает она дома, чтобы ей собрать все по закону, не взять лишнего. Она буквально весь день собирала, чтобы кормить себя и свою свекровь. Наимень, которая по старости уже не могла заниматься даже таким трудом. И вот что пишет Амбросий Медиаланский, это для нас интересно, трактат называется «О вдовах». Он пишет, «Разве кажется тебе малозначительной вдова наимень, которая поддерживает свое вдовство собиранием колоссиев от чужого урожая и которую, когда лета стали преклонны, поддерживает сноха? Вдовам и в помощь, и в благодать бывает так наставлять своих невесток, чтобы в старости иметь в них поддержку, а к тому же, так сказать, плату и вознаграждение за науку». То есть свекровь обязана наставлять невестку как свою дочь. То есть свекровь не должна все время отстаивать интересы только своего сына. Если сын женился, она обязана воспринимать невестку сына как свою дочь, наставлять ее, и в старости она будет для нее помощница. И Амбросий Медиаланский пишет, «Ведь той, которая невестку хорошо обучит, хорошо воспитает, никогда не будет не хватать руфи». То есть не придется им думать, где бы найти такую, как руфь, когда свою руфь воспитают. «Способной вдовство свекрови предпочесть отчему дому. А если муж ее умрет, она не оставит ее, то есть свою свекровь, не бросит в нужде, утешит, в скорби, не отступит, если будут гнать наилучшее наставление, не знает нужды. Вот та наимень, потерявшая двух сыновей и супруга, уже утратившая способность продолжать род, не утратила награду за благочестие. Она обрела и утешение в печалях, и поддержку в ее бедности». Но согласитесь, руфь не была бы такой помощницы для наименей, если бы она не стала ее сестрой по вере. Она приняла веру в Израиле. Зачем мавицкой принцессе подбирать какие-то колоски и заботиться о своей свекрови, если уже ее муж сгнил в полях мавицких. А именно потому, что она ими не обратила ее сердце к Богу. Поэтому свекрови должны наставлять и своих невесток, так же, как и наставляли своих детей. Далее мы читаем, и сказал Ваос Руфи, «Послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками». Он называет ее дочерью, то есть признает наличие родства между ним и ею. «Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними, вот я приказал слугам моим не трогать тебя, то есть не обижать. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои». Для утоления жажды, в жарком климате очень важно, когда стоял сосуд с водою, и Руфь могла подходить вместе со слугами Ваоза и пить эту воду. Она пала на лице свое и поклонилась до земли и сказала ему, «Чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка». Руфь в понимании отцов церкви – это символ языческой церкви, то есть символ народов, которые пришли в христианство. Которые не были принадлежащими к потомкам Авраама Исаака и Акова, но они сознательно приняли ярму закона Божия на свои плечи, веру Израиля, терпели сложности, трудности, но имели целью царствия Божия. И она спрашивает «Что ты принимаешь меня, хотя я и чужеземка?» То есть не все одинаково хорошо относились к таким празелитам, то есть перешедшим в иудаизм. «Ваос отвечал и сказал ей «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца». Ей ставится это в заслугу, а это бы не ставилось бы ей в заслугу, если бы отец был бедный человек. По преданию это царь Эглон, царь Мавицкий, что ты оставила твоего отца и твою мать, и твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Например, человек родился в безбожной семье, а потом он уверовал, и он уже оставляет интересы своего дома, своей семьи в том смысле, что это уже не представляет для него какого-то интереса. Он живет новыми ориентирами, и у него появляются новые братья и сестры по вере. Мне сказали все, что сделала ты для свекрови своей, по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца, и твою мать, и твою родину, и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Божий народ это, теперь это все православные христиане по всему миру, где бы они ни жили, какой бы национальности не принадлежали. И Ваос восклицает, да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилеву, Израилева, Которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами. Она не просто пришла к людям, она оказалась под крыльями Божьей защиты, потому что единство с народом Божьим это единство с Богом, как и единство с Богом неизбежно оборачивается единством с народом Божьим. И Авадорофей он предлагал такую схему, он говорил, представьте себе круг, в центре круга находится Бог, а мы на полюсах этого круга. Приближаясь друг к другу, мы неизбежно приближаемся к Богу. Удаляясь друг от друга, мы неизбежно удаляемся от Бога. То есть верующий человек это человек, который в новом сообществе пребывает таких же верующих, это обеспечивает ему единство с Богом. Ибо человек не может сказать, я вот Бога люблю, а брата ненавижу, потому что апостол восклицает, как ты можешь любить Бога, которого ты не видишь, если ненавидишь брата, которого ты видишь. Она сказала, она отвечает на это приветствие, да буду я в милости пред очами твоими, господин мой, ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих. Она проявляет смирение, помните, как Хнанка, которая пришла к Иисусу Христу, просила исцелить дочь, просила исцелить дочь, а Христос сказал, плохо взять хлеб у детей, бросить псам. Она сказала, да, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола их господ. И вот она говорит, я не стою ни одной из рабынь твоих, то есть я не принадлежу к этому народу, я не родилась в верующей семье, меня с детства никто не наставлял в истинной вере, она родилась в языческом мире, мавитского царя Иглона, в самом центре вот этого языческого богомерзкого действия. «И сказал ей Ваос время обеда», то есть он не спорит с ней, а приглашает ее к трапезе, «Приди сюда, ешь хлеб и обмакивай кусок твой в уксус». И села она возле жнецов, он подал ей хлеб, она ела, наелась и еще осталась». Уксусом здесь называется острая приправа, в которую макали хлеб, чтобы его есть. «И встала, чтобы подбирать, Ваос дал приказ слугам своим, сказав, пусть подбирает она и между снопами, и не обижайте ее». То есть она может идти и за жнецами, и между снопами, но тут можно перевести как и под снопами, потому что о том, что она собирала между снопами, мы уже читали выше, «И не обижайте ее», говорит он, «Да и от снопов откидывайте ей», то есть под снопами она собирала, «И оставляйте, пусть она подбирает, и не броните ее». То есть то, что было собрано в сноп, это да, это принадлежит хозяину, но когда отбрасывают вот под снопом то, что рядом, она могла собирать, и нельзя было ее бронить. Так подбирала она на поле до вечера, и вымолотила собранное, и вышла около эфы ячменя, взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала». То есть продолжается сбор ячменя, но уже была и пшеница, то есть это происходило между Пасхой и Пятидесятницей, ближе к Пятидесятнице, скорее всего, к празднику Пятидесятницы. «Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела, что она набрала, то есть она набрала много, и намолотила еще, и вынула руфь из пазухи своей, и дала ей то, что оставила наевшись сама». Здесь немножко непонятно сказано, что наимень увидела, что она набрала, а потом руфь вынимает, показывает, что она набрала. Она по ее лицу счастливому увидела, что она очень много набрала, а потом она вынула и показала, и сказала ей свекровь ее, где ты собирала сегодня, где работала, да будет благословен принявший тебя. Любой человек, который помогает вдовам, он будет благословен, который принимает их нужды, свое собственное сердце, он будет благословен. Да будет благословен принявший тебя. Руфь объявила свекрови своей, у кого она работала, и сказала человеку тому, у которого сегодня работало, имя Ваос, и сказала наимень снахе своей, благословен он от Господа, за то, что не лишил милости своей ни живых, ни мертвых. Почему она так сказала? Потому что Ваос отнесся по-доброму к Руфи в память о том, что он родственник и Элемелеха, который был глава рода, и родственник мужа Руфи. Таким образом, семейное родство, это очень серьезное родство, и мы должны заботиться о членах наших семей, даже если мы кровно не связаны с ними, имеется в виду мужья наших сестер или жены наших братьев, они такие же наши родные, и если наши единокровные умирают, те остаются нашими родственниками, особенно если когда они не могут создать новую семью и бедствуют. И сказала ей Наймень, человек этот близок к нам, он из наших родственников, Руфь, Мавитянка сказала, он даже сказал мне, будь с моими служанками, доколе не докончат они жатвы моей. И сказала Наймень, снахи своей Руфи, хорошо, дочь моя, что ты будешь ходить со служанками его, и они будут оскорблять тебя на другом поле, то есть не надо было ей теперь же рисковать, она могла ходить с его служанками, хотя считала себя намного ниже по статусу, чем они. Так была она со служанками воозовыми и подбирала колосья, доколе не кончилась жатва ячменя и жатва пшеницы, это о чем я говорил, они жали ячмень начинали на Пасху, а пшеницу собирали на Пятидесятницу, 50-й день после Пасхи, поэтому она собирала ячмень и пшеницу и жила у свекрови своей, ну, наверное, правильно сказать, что свекровь жила за ее счет, потому что она заботилась о своей свекрови. Своим отношением к Руфи Ваос, конечно же, учит нас великодушию. Бог щедро наградил Руфь за ее доброту. Наимень произнесла пророчество неизвестному ей благодетелю, на этом настаивает Феодорит Кирский, и мы посмотрим его истолкование. Это повествование пишет Феодорит Кирский, это его трактат, он называется «Вопросы на книгу Руфи». Это повествование научило нас и добродетели Ваоза, ибо он не только щедро уделял Руфи от своих плодов, но и сказал ей добрые слова. То есть мы обязаны не только благотворить, но и делать это с добром, то есть находить добрые слова для людей, которые пребывают в нужде, с улыбкой и сердечным расположением подходить к ним, а не так вот там бросил какую-то подачку и отошел. Феодорит Кирский пишет, не 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 уделил ей пищу, но и сам стал тружеником врачевания. Эти женщины, Руфи, вдова, наимень, вдова, они несли эти травмы одиночества на своей душе, и Ваоз, как некий врачеватель, не повелел прислуживать другому, то есть не отправил на другое поле, иди там, Бог тебе подаст. Нет, он так не поступил, но сам подал пропитание и весьма щедро предложил хлебы, и благословение достигло исполнения, ибо она получила полную награду от Господа, став прародительницей благословения народов. Руфи действительно стала прародительницей того, который благословил все народы, а это Господь наш Иисус Христос, как еще и Аврааму было сказано, что в семени его будет благословение народам земли, но мы видим, что среди праматери Иисуса Христа есть и Хананьянка, это Рахав, блудница из Рихона, и это Руфь, Мавитянка, не еврейка, но у нее была великая, душа, и если мы хотим понять сердце царя Давида, как раз Руфь, прабабка, та, которая вынашивала его на руках, взрастила, наставляла, может быть, научала первым псалмам. и Федорит Кирский так же пишет в книги, объясняет слова, и сказала, благословен Ваос от Господа, и свекровь благоразумно воздала отсутствующему благодетелю благословение. да, мы можем знать или не знать, кто нам помогает, но мы должны молиться. Кто-то нам предоставил рабочее место, мы должны молиться о работодателе, кто-то просто нам помог открыто или анонимно это сделал, мы должны всегда быть благодарны Богу за тех людей, которые принимают какое-то участие в нашей жизни. Феодорит пишет, и свекровь благоразумно воздала отсутствующему благодетелю благословениями, ибо сказала, да будет благословен принявший тебя за то, что насытил душу пустую, то есть пустую, истощенную от скорби одиночества. Действительно, женщина имеет право на свое женское счастье, и счастье женщины это брачный союз, как Господь и сказал, плохо быть человеку одному. Бог это сказал о мужчине, об Адаме, но тем более это относится к женщинам, которые пребывают в одиночестве, и они вправе молиться и просить у Бога, чтобы он послал им помощников во спасение, мужчину, мужа. Ибо сказала, да будет благословен принявший тебя за то, что насытил душу пустую, поступив так с тем, кто у него работал. Ибо он посмотрел, говорит, не на бедность твою, но на законодателя, который повелел проявлять всякое попечение о вдовах. И действительно и в Пятикнижии Моисея об этом говорится, что надо особенно заботиться об одиноких женщинах, о вдовах. И у пророка Исаи мы находим прямо в первой главе, где он восклицает, точнее, Господь через него восклицает, вступайся за вдову, защищай сироту, это такой божественный призыв. Итак, сегодняшняя вторая глава, здесь мы видим, что эти две женщины выживают за счет того благотворения, которое оказывает им муж по имени Вооз, их дальний сродник, а Ноеминь выживает благодаря трудолюбию своей невестки. Это очень важно, когда мы все друг друга дополняем, как сказано в Писании, рука не скажешь ноге, ты мне не нужна, ты мне не нужна. Вооз, будучи богатым человеком, начаствующий такой элемент в этом племени, он дает разрешение, Руфи трудится, Руфи трудится, Наеминь молится и благословляет, и каждый из них занят каким-то деланием по мере тех сил, которые им уделил Господь Бог. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова